Клячка. Волшебный ластик и настоящий друг любого художника графика. Она может принимать любую формулу, не оставлять за собой тону крошки и точно никогда не продыряют вам лист. Но есть проблемка. Клячку купить сложнее, чем простую стерку, поэтому в комментариях люди постоянно об этом пишут, поэтому сейчас покажу, как можно сделать ее из подручного скарба в домашних условиях. Погнали! Итак, сначала дедовский способ. В далекие-далекие времена художники вместо клячки использовали хлебный мякиш. Тут все просто. Берем свежий хлеб, разминаем мягкую часть и скатываем в комок. Если ваш колобок разваливается, можно добавить воды, но только вот совсем чуть-чуть. Клячка готова. Не многие знают, что в клебе есть природная клейковина, и вот она-то и клеит графит. По ощущениям это больше похоже на обычный ластик, только мнущийся и такой слабенький. Да еще и одноразовый. Поэтому сейчас покажу, как сделать почти магазинный вариант. Для этого нам нужен обычный мягкий ластик. И идеально будет, если он еще немножко такой гнущийся и тягучий. От ластика нужна целая гора стружки. И если ее пытаться натирать пальцем или по бумаге на столе, вы точно протрете дырку или мозоль натрете. И еще это очень долго. Поэтому лучше взять что-то репристое. Например, вот такую самую простую ручку. Лично меня в этом деле здорово выручил канцелярский нож. У него еще больше ребра и их больше. Поэтому свою горку я натер всего за 5 минут. Когда накопим нужное количество, собираем все это дело в комок. Дальше разминаем в руке и раскатываем. Делаем это, пока клячка не станет однородной. Если ваш изначальный ластик был хорош, можно и так оставлять. У меня уже получился почти магазинный вариант. Правда он немножечко хрупкий. Оригинальная клячка может растягиваться как швачка. И это, кстати, показатель, что она хорошая. Самоделкой так, конечно, не получится. Но немножко клейкости добавить можно. Для этого натираем ее на обычный широкий скотч, на липкую часть. Хорошенько размазываем и снимаем ножницами или ножиком. Только аккуратно. На раз-два можно порезаться. После этой процедуры вы заметите, что клячка стала более податливой и липкой. Главное не переборщить. Еще один способ. Можно сказать, для ленивых. Если вам неохота долго натирать ластик, можно размягчить его на время. Для этого подойдет любой растворитель. Например, жидкость для снятия лака или вот такой бензин для зажигалок. Я буду его использовать, потому что он не воняет. Режем ластик на мелкие полоски. Кладем на кусок металла и капаем. Немножечко ждем. И переворачиваем. В этот момент я тебя чувствую каким-то поваром. Пока не респарился бенз, начинай мять все это дело в руках. Ну и в итоге должны получиться вот такие хлопья. Их надо посушить и потом прокатать несколько раз по скотчу. Результат такой же, как в первом случае. Хорошо. А что делать, если у вас есть только твердый ластик? Например, у меня вот такой белый фабер кастл и он так себе. Да, оказывается не все материалы от фаберов одинаково хороши. Его стружку сколько ни жмяк, она все равно рассыпается. И растворитель ее не берет, и скотч тоже не вывозит. Но у меня есть один волшебный предмет. Синяя изолента. Отрезаем небольшой кусок и начинаем тереть по нему ластиком. Вы видите, что стружка как-то вообще по-другому себя ведет. Она не просто прилипает, а как бы смешивается с клеем и размазывается. И эта субстанция нам и нужна. Со скотчем эта фишка, кстати, не прокатывает, потому что там гораздо меньше клея. За полчаса я натер вот такую мини-клячу. И она ничуть не хуже, чем из хорошего ластика. Вы можете поэкспериментировать и скомбинировать из вот этих всех способов лучший рецепт конкретно для вашей стерки. Я почти всех своих ластиков смог получить достойные результаты, кроме вот этого Дели. Он плохо липнет и бензином не растворяется. Ну а лучше всех себя показал Лотари. И по сути как ластик, он вообще один из лучших, что я пробовал. Правда, дороговато стоит. Найти его можно на Али. Ссылка будет внизу, если что. И там же будут ссылки на группу канала и инсту. Подписывайтесь, если хотите получать больше полезности от меня. Ну а в следующем видео мы очень активно порисуем вашей клячкой. Скоро увидимся.